Девушки отдыхают Итоги каникул 14 кошек – повод для выселения. Северодвинка не может пристроить животных без помощи. Городские автобусы дымятся прямо на ходу. Здравствуйте! В прямом эфире «Вестник Северодвинска» в студии Владимир Богомолов. Лиас с дымком сегодня напугал пассажиров. Автобус следовал по 17 маршруту. В салон внезапно начал поступать едкий дым. Пассажиров пришлось эвакуировать и вызывать на место пожарных. Почему городские автобусы в прямом смысле сгорают на работе, выясняла наша съемочная группа. Едкий дым сегодня окутал салон одного из пассажирских автобусов на 17 маршруте. В районе перекрестка улиц Лесной и Железнодорожный Лиас пришлось остановить, а пассажиров эвакуировать. На место даже прибыли пожарные и скорая. Правда, помощь ни людям, ни техники не понадобилась. Задымил один из агрегатов. По словам руководства предприятия-перевозчика, ситуация вполне обыденная. Частный перевозчик арендует транспорт у обанкротившегося Северодвинского ПТП. Все старые автобусы там списали, остались еще не исчерпавшие ресурс. Пассажиры рады и таким. Маргарита говорит, хорошо, что хотя бы ходят регулярно. Я не попадала в такие ситуации, поэтому мне везло. Но радует, что уже не и карусы ездят. А дальше оценить достаточно сложно. Могу сказать только, что маленькие пазики, они очень неудобны для передвижения, потому что стоять в них практически невозможно. Городские маршруты сегодня наполнены самыми разными марками пассажирского транспорта. И не все автобусы в идеальном состоянии, признаются сами транспортники. Несмотря на досадный утренний инцидент, ЛИАЗ с Дымком сегодня продолжил работу на линии. Руководство пассажирской компании говорит, ЛИАЗ, конечно, не молодой, но еще побегает на городских маршрутах. Сергей Курбан, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. Сегодня губернатор Архангельской области Игорь Орлов встретился с президентом Владимиром Путиным. Но ситуацию в Объединенной судостроительной корпорации совещание не прояснило. Напомним, накануне стало известно, что Владимир Шмаков в ближайшее время уйдет в отставку, а место главы ОСК займет губернатор Поморья Игорь Орлов. Встреча президента и губернатора прошла в обычном порядке. Игорь Орлов доложил об экономической ситуации в регионе и выполнении президентских указов. 2013 год Орлов определил как толчок от нижней позиции, в которой оказался регион в силу целого ряда обстоятельств. Среднюю зарплату по экономике губернатор назвал 31 197 рублей, у врачей выше 46 тысяч. По информации, которая опубликована на сайте правительства, Объединенной судостроительной корпорации участники встречи не касались. Впрочем, возможно, подробности совещания будут известны в ближайшее время. И к другим темам. Дом-призрак на Гагарина 5 может превратиться в новостройку. Не так давно его вернули муниципалитету из федеральной собственности. Сейчас здание включено в прогнозный план приватизации. Это значит, что дом вместе с земельным участком уйдет с молотка, а на его месте возведут новое строение. Вот эта левая часть, вот эта левая часть, вот видите, самая первая. Она все время там были какие-то, так и покосился. А потом вдруг пришло срочно, что его надо расселить. И вот так быстренько, экстренно. 13 лет вид из окна у пенсионерки Зои Лесниковой вызывает негативные эмоции. Здание на Гагарина 5 – первый многоквартирный дом, который в нашем городе признали аварийным. Построен на деревянных сваях, фундамент сгнил. Как и на Ленина 5, жителей Гагарина 5 выселили в сжатые сроки. С тех пор за забором появляются лишь пожарные и полицейские. Был такой момент, что ребята тут прыгали. Потом один момент такой был. Значит, я смотрю, что такое пламя, значит, что такое. Там внутри, понимаете, там внутри здания, внутри здания. Я позвонила в милицию, значит, туда, говорю, скажите, пожалуйста, что там такое. Оказывается, там эти бомжи или какие-то там были, значит, там поджигали там. Дом-призрак долгое время находился в федеральной собственности. Спецстрой планировал дать зданию вторую жизнь и поселить там своих работников. В итоге здание не восстановили и не снесли. Больше года усилий и его вернули в собственность города. Есть шанс, что на месте дома появится новое строение. Накануне Гагарина 5 включили в прогнозный план приватизации. На аукцион выставят и сам объект, и земельный участок. Я понимаю, что новый владелец должен будет самостоятельно осуществить разборку этого здания. Что, в принципе, тоже очень сложно. Столько лет здание не обследовалось, не обслуживалось. Как ведут себя закладные детали, и там много, что касается конструктивных элементов, сложно предугадать. Разборка здания – процесс затратный. Сложить с помощью взрывотехники невозможно. Слишком близко расположены соседние строения. Но это центр города и земля здесь привлекательна, считают депутаты. Сначала стоимость здания определит оценщик. По всем мероприятиям аукцион может быть назначен не ранее июня-июля. При хорошем раскладе, при том, что все будут условия закона выполнены и подадут нам заявки не менее двух участников, соответствующим пакетом документов, то это будет где-то август-сентябрь. Оговорок, жилой или торговый объект должен построить новый хозяин – нет. Жители соседних домов не против. У них одно желание – видеть в окне жизнь, а не призрака. Впрочем, Зоя Лесникова к соседу так привыкла, что сохранила его фото в телефон. Зачем сфотографировали? На память. На память, чтобы потом… его же снесут потом. Анна Бибикова, Денис Богданов, фестник Северодвинска. А на Викромадите сейчас происходит смена составов северодвинских специалистов. Из индийского порта Карвар вместо постоянного базирования авиануса Викромадите возвращается группа из 46 представителей Севмаша. Северодвинцы участвовали в межбазовом переходе корабля из России в Индию и обеспечивали гарантийное обслуживание оборудования и систем. Часть специалистов на некоторое время еще останется в Индии, а на смену убывающим приедут 36 работников Севмаша. Напомним, сейчас Викромадите находится у причала военно-морской базы города Карвар. На авианосце проводятся плановые и межпоходовые регламентные работы. Прибытие северодвинских специалистов назначено примерно на 2 апреля. Плату за обучение в Северном Арктическом Федеральном Университете поднимут. Такая информация накануне появилась на нескольких интернет-порталах. Повышение стоимости якобы объясняют ростом инфляции на 6,5%. Оказалось, администрация вуза не в курсе опубликованной информации. В САФУ поспешили успокоить студентов. В САФУ ранее опубликованную информацию о повышении стоимости обучения опровергают. В приемной комиссии университета пояснили, обучение дорожать не будет, несмотря на инфляцию. По крайней мере, в этом году. Договор на оказание образовательных услуг заключается на год. И в течение учебного года не могут быть изменены условия договора. Приказ о стоимости обучения на следующий учебный год будет опубликован в начале июня. До 20 июня точно опубликован, до начала приема документов. Отметим, по итогам прошлого года, средняя стоимость очного обучения в УЗИ составляла более 40 тысяч рублей за год. Всего в рамках приемной кампании 2014 года в САФУ планируется зачисление примерно 2000 абитуриентов. Двое пострадали в ДТП, четверо отдохнули за границей. Управление образования сегодня подвели итоги школьных каникул. К слову, вышли с них больше ребят, чем отправились. В городе снизилось число заболевших гриппом и ОРВИ. Преподавать в третьей школе сегодня пришлось сотрудникам ГИБДД. Один из учеников стал виновником ДТП. Поэтому о правилах дорожного движения напомнили всей параллели. В первый учебный день четвертой четверти в городе подвели итоги школьных каникул. Было совершено два дорожно-транспортных происшествия. Одно произошло по вине несовершеннолетнего. Это напротив дома 15 по улице Октябрьской мальчик выбежал на проезжую часть перед близкоидущим транспортом в неустановленном для перехода месте. И второе дорожно-транспортное происшествие произошло труда 44 на регулируемом пешеходном переходе. Мальчик переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Сейчас он проходит лечение амбулаторно. В течение недели инспекторы проводили акцию «Безопасные каникулы». 25 нарушителей перевозили детей без удерживающего устройства. Из положительных итогов каникул с них вернулось больше ребят, чем отправилось. Многие вылечились от ОРВИ и гриппа. До начала каникул процент заболеваемости среди учащихся общеобразовательных организаций составлял примерно 7%. На сегодняшний день, в первый день учебных занятий по мониторингу заболеваемости, показатель снизился. Составляет около 4,5%. В нашем городе обучается больше 17 тысяч школьников. Около 500 из них провели каникулы за чертой города. Четверо – в странах Европы и Скандинавии. Воспитанники детско-юношеской спортивной школы номер один ездили в город Череповец, Казань и в Пензу на соревнования. Традиционно золотица у нас очень активно путешествует. В этом году часть детей ездили на международный фестиваль в Санкт-Петербург. И вторая группа детей поехали в Пекин на международный фестиваль. В Северодвинске каникулы провели и московские школьники. Для них организовали экскурсию на Севмаше. Побывали в нашем городе и сотни ребят с областей и других регионов. В Северодвинск они приезжали на областной конкурс экскурсоводов, межрегиональный фестиваль детского радио и телевидения и на слет юных моряков. Все они уже разъехались по домам. Анна Бибикова, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска. Кошки – это смысл жизни, даже если их 14. Так считает наша следующая героиня. За 20 лет жизни Северодвинка в своей двухкомнатной квартире поселила целое семейство четвероногих. Соседи мучаются от запаха и грозятся выселить пожилую женщину. Ведь за кошками она уже не в силах ухаживать. Перед любительницей мяукающих поставили условия до середины апреля привести жилище в порядок и пристроить животных. Эти пятеро котят – недавнее прибавление в семье Татьяны Ивановны. Все родились в этой квартире. Считая взрослых кошек, всего теперь 14. Ухаживать за животными женщина уже не в силах. Ежедневно корм приносит внучка. Соответствующий запах из квартиры давно проник к соседям. Мириться с кошачьим семейством они не хотят. Ужасный запах. У меня в квартире все заделано и все равно, видимо, в зависимости от ветра, все равно очень нехороший запах стоит кошачий. И в подъезде. Вот всю зиму держим открытой форточку, потому что иначе невозможно. Когда она была моложе, она за ними ухаживала. То есть у нее кошек стояло в разных контейнерах. Там печень, рыба, корм, молоко. Все было на высшем уровне. Она их мыла, хотя она вот сейчас говорила, что их мыть не надо. Она их мыла. То есть все внимание было уделено им. Масянчик, скажи здравствуй. Какая приятная. Масянь, такой коммуникабельный кошара. Виктор Янукович, так право, но все-таки безопаснее. Вот. Стершенька, вот Стерша, моя тоже умненькая девочка. Кошка такая хорошая. По заявлениям соседей, кошачье семейство уже проверяла жилищная комиссия. Первое предупреждение сделать ремонт Татьяна Ивановна выполнила. Опять-таки с помощью внучки. Сейчас, после очередного визита жилищников, второе предупреждение избавиться от кошек, женщина выполнять не спешит. Было бы грязно или еще чего-нибудь. Ну куда вот их деть? Вот так вот. Они вот есть уже. Куда их денешь? Внучка Татьяны Ивановны обратилась в приют «Четыре лапы». Там сейчас нет свободных вольеров. Единственный выход – купить клетки. Но девушки не позволяют средства. Так как вольеры негде строить, все помещение как бы застроено. Но клетки есть возможность разместить в медкабинете временно. До того момента, пока освободятся вольеры. Вот если бы люди помогли клетками, то мы, конечно, бы этих животных вывезли, забрали в приют с последующим пристройством. В угрозу выселения Татьяна Ивановна не верит. Своих любимцев отдавать не намерена. Но после очередной беседы с внучкой согласилась передать приюту новорожденных котят и двух молодых котов. Осталось найти клетки. Желающие помочь могут обращаться в приют «Четыре лапы». Марина Хохлова, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска. Будьте в курсе всех событий города и области 24 часа в сутки. На 16-м канале в сети МТС и на 4-м в сети Ионид Телеком работает наш телеканал ГТРК «Твое родное телевидение». А ровно 48 лет назад в СССР осуществили запуск первого искусственного спутника Луны. В 13 часов 46 минут 59 секунд по московскому времени с космодрома Байконур отправилась ракета-носитель «Молния-М». Она вывела на траекторию полета к Луне автоматическую межпланетную станцию «Луна-10». Масса спутника составила 240 килограммов, а сам он был оснащен научно-исследовательской аппаратурой. О погоде на Земле, а точнее в городе Северодвинске, нам расскажет ведущая рубрики «Небесная канцелярия» Алена Землякова. Завтрашний день обещает быть ясным. Здравствуйте! «Небесную канцелярию» смотрите сразу после коротких анонсов. Далее в выпуске. Первый взгляд на Онежское поморье в Архангельске представили новый национальный парк. Партия, 65-й год. Юбилей отмечает бывший секретарь горкома КПСС Зинаида Меркурьева. Медицинское оборудование, продукты питания и техника. Северодвинские мошенники придумали новую схему. О метео и астропрогнозах расскажет вам «Небесная канцелярия». И вас приветствует наш спонсор – магазин ювелирных православных подарков «София». 1 апреля по данным ГИСМЕТИА в Северодвинске ночью ожидается 9 градусов со знаком минус. Днем температура поднимется до минус 4. Ясно без осадков. Ветер западных направлений до 4 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня практически не изменится и к вечеру составит 755 миллиметров ртутного столба. По словам астрологов, завтра в первой половине дня могут возникнуть трудности, справиться с которыми быстро не получится. Но постепенно все встанет на свои места. Вероятны разногласия с руководством. А вторую половину дня можно посвятить походу за покупками или обсуждение предстоящего ремонта. Или переезда. Всегда согреет теплом наш спонсор – магазин ювелирных православных подарков «София». «София» – уникальные изделия ручной работы. Они завоевали любовь не только ценителей ювелирного мастерства, но и знатоков русского православного искусства. «София» – создаем уникальное, сохраняя традиции. Улица Ломоносова, дом 98А, торговый центр «Грант», 3-й этаж, левое крыло. А я желаю вам всего самого доброго и до встречи. Единственный в Архангельской области специализированный магазин ювелирных православных подарков «София» предлагает вашему вниманию уникальные авторские ювелирные изделия ручной работы. Это крестики, образки, мощевики, складни, кольца и браслеты, колье и подвески. Все эти изделия освящены в храме «Софии» при мудрости Божией. Они неоднократно получали высокие награды на престижных ювелирных выставках. Многие приняты в коллекцию церковного искусства Государственного исторического музея. Теперь эти уникальные изделия доступны жителям нашего города. Приглашаем вас посетить магазин православных подарков «София», торговый центр «Грант», 3-й этаж, левое крыло. Про-бизнес-банк. Наши кредиты уже выбрали миллионы россиян. Теперь у нас еще проще. Кредит народный. 53 95 95. В эфире «Вестник Северодвинской» и мы продолжаем. Единственная территория в Европе, где коренной таежный лес выходит к морскому побережью. Во многих уголках нового национального парка «Онежское поморье» никогда не ступала нога человека. Природа там сохранилась в первозданном виде. А сосны и ели росли на протяжении веков. Накануне доступной для туризма территории презентовал федеральный министр природных ресурсов. Уникальные ландшафты побережья Белого моря для местных жителей давно стали привычными. А вот взглянуть на них свежим взглядом через объектив фотоаппаратов решили двое австрийцев – Томас Хекман и Михаэль Гумель. Прошлым летом совершили двухнедельное путешествие на велосипедах по Онежскому полуострову. Результатом экспедиции стали десятки фотографий и выставка в Архангельске. «Когда я делаю фото, я хочу видеть конечный результат, но так как мы снимаем на пленку, сначала мы имеем негатив. Если говорить об этой конкретной фотографии, то когда я только собирался сделать этот снимок, то я уже видел его в своем воображении. Путешествие было очень сложным. Иногда нам приходилось толкать велосипеды, идти пешком. Летом дни длинные и в конце ты невероятно измотан. Вскоре эти фотографии увидят и в Европе. Томас и Михаэль планируют представить выставку в Вене. Эти работы – часть презентации национального парка «Онежское поморье». Накануне его представили в Архангельске. Созданию заповедника предшествовали 20 лет кропотливой работы. «Онежское поморье» – уже седьмой подобный объект на территории Архангельской области. «Онежское поморье – это единственная территория в Европе, где такой крупный массив старовозных лесов выходит прямо на побережье моря. И, конечно, когда мы говорим про создание национальных парков, очень важно сказать, что эти парки создаются не для того, чтобы запретить людям что-то в них, а не для людей». Национальный парк «Онежское поморье» с центром в Северодвинске уже начал активную работу. В том числе и по привлечению в регион туристов на «Онежском полуострове» уже побывал даже федеральный министр природных ресурсов. «Территория богата природными историческими объектами, и многие готовы посетить ее. На самом деле я с удовольствием тоже сегодня поездил. Конечно, мало времени было, но есть что посмотреть, есть что подчеркнуть. Я уверен, мы еще сюда вернемся». Встреча в гостиных дворах столицы Поморья была приурочена еще и к всемирной акции «Час земли». Ровно в 20.30 министр природных ресурсов зажег символические свечи, и вечер продолжился под звуки саксофона. Сергей Курбан, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска. Более 30 лет эта женщина была главным идеологом партии в нашем городе. Бывший секретарь горкома КПСС Зинаида Семеновна Меркурьева отмечает сегодня 85-й день рождения. Первым юбиляршу поздравил глава города Михаил Гмырин, а после уникальную жительницу навестила наша съемочная группа. В комсомол вступила в 14 лет, когда училась в седьмом классе. Из Вологодской области в наш город Зинаида Семеновна Меркурьева приехала к подружке и тут же нашла работу. Девушку назначили инструктором в ЛКСМ. В это послевоенное время для Зинаиды Семеновны и других комсомольцев партия заменила семью. У большинства отцы погибли на фронте. Вот честное слово, как отцы. И ко мне относились вот как отцы родные. Секретари горкома. Ну это в комсомоле, когда пришла уже, меня перевели на партийную работу. Тут уже совсем другая атмосфера. Тут все строго, тут очень все четко, тут дисциплина, порядок. А там все на энтузиазме. В 62-м году Зинаиду Семеновну назначили секретарем горкома партии КПСС. Идеологическое воспитание народа в нашем городе лежало на ее хрупких плечах. Разъяснение политики партии и правительства, постановление и прием трудящихся. За 42 года Зинаида Семеновна ни разу не усомнилась в выбранном пути. Из партии она до сих пор не вышла. Я видела, как все-таки за послевоенное время, это я уже тогда соображала, ведь все-таки школа заканчивалась, вот, как народ воспрял и как для народа все делалось. Пример Зинаиды Семеновны, братья, посмотрите, вот, разве можно ей дать 85 лет? Это все от того, что она никогда не завидовала людям, всегда относилась как-то с теплотой ко всем. Ну, наверное, это и сказалось. С юбилеем Зинаиду Семеновну сегодня поздравил глава города Михаил Гмырин. Мэр Северодвинска поблагодарил ее за вклад в развитие города. Живая легенда, так называют Зинаиду Семеновну старшее поколение северодвинцев. Кстати, в свой юбилей политик со стажем впервые общалась с телевидением. Марина Хохлова, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска. В Архангельске произошел несчастный случай на льду реки Латкурье. 51-летний мужчина двигался на снегоходе и не справился с управлением. В результате происшествия транспортное средство опрокинулось прямо на водителя. От полученных травм Архангел-Огородец скончался. О других происшествиях в нашей рубрике «Протокол». В Северодвинске участились случаи мошенничества. Жертвами обмана становятся доверчивые пенсионеры. Ко мне пришел молодой человек в квартиру. И спросил, ветеран там да вы? Я сказала да. Они сказали, вам, вас зачислили в список 20 человек, вам выделили подарок. Я сказала, покажите. Он мне показал. И говорит, все болезни лечат, все. Но этот подарок стоит 37 тысяч. Нужной суммы у пенсионерки не оказалось. Так что злоумышленник просил передать ему любые средства. Но денег так и не получил. Женщина заподозрила неладное. Так категория людей, которые ходят, предлагают приобретать. Ну, своеобразный, может быть, продукт или технику. Я прямо хочу ветерану предупредить. Не забывайте, что бесплатный и дешевый сыр есть только в мышеловке. Это естественно или проходимость, или обманщик. Поэтому надо осерегаться их людей. Представители ветеранской организации города имеют удостоверение, в которых указаны фамилия, имя, отчество гражданина и стоит печать городского совета ветеранов. В Пархангельской области задержали подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого обнаружили на берегу реки Кузнечихи. Им оказался 23-летний житель города Онеги. 20 марта был обнаружен труп, завернутый в ковер и с пакетами у нас одет на голове и на ногах, с признаками насилистной смерти. Оперативные работники проводили оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых было установлено, что в ходе ссоры мужчина причинил ему множественные удары руками, ногами, ножом. И это было связано с тем, что наш потерпевший пытался похитить его вещи. После убийства подозреваемый позвонил отцу и рассказал о случившемся. Тот приехал и помог сыну вынести тело на берег реки. Позже они скрыли следы преступления и оба уехали в Онегу. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. В Северодвинске возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Новосибирской области, который передал взятку сотруднику отдела УФМС. Подозреваемый – представитель компании, которая устанавливает окна в Северодвинске. Был задержан мужчина, который передал денежные средства в размере 5000 в виде взятки даже основному лицу за непривлечение его, как представителя подрядной организации, к административной ответственности за то, что работу выполняли граждане Узбекистана в количестве 6 человек. Дело принято к производству. Мигранты подлежат выдворению за территорию России, а предпринимателю может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Больше 40 дошкольников демонстрировали свои таланты на конкурсе детского творчества «Пирамидка». Поучаствовать мог любой ребенок в возрасте от 4 до 7 лет. Победителей выбирали в 4 номинациях – «Писенка чудесенка», «Юный конструктор», «Модница» и в танцевальной номинации «Шире круг». «Ромашка», «Роза», «Лилия» в НТЦ «Звездочка» – это не цветы, а костюмы. Девочки вместе со своими родителями шили их для конкурса детского творчества «Пирамидка». Поучаствовать в нем решили больше 40 дошкольников. Ребята соревновались в умении танцевать, дефилировать, собирать конструктор и петь. Последний у Кати Бегаевой получается лучше всего. Решили как-то выступить. Он у нас любит выступать во всем конкурсам, особенно петь любит. Расскажите, а в кого девочку умеют петь? У нас мама, значит, любит тоже попеть везде. И тут маму она нужна. Конкурс для самых маленьких в НТЦ «Звездочка» организует уже в третий раз. Возрастные ограничения от 4 до 7 лет. Таланты детей жюри оценивала по 10-бальной системе. Будем оценивать артистизм, чувство ритма, выразительность исполнения и сценическую постановку номера. Детские конкурсы – это всегда искренние эмоции, радостные детские лица, ну и, конечно, переживания родителей. По задумке организаторов, конкурс каждым годом должен накапливать все больше номинаций. Поэтому он и называется «Пирамидка». В будущем зрители смогут оценить умение малышей рисовать и даже играть на музыкальных инструментах. Мы работаем с детьми постоянно и плотно. И мы знаем, что нравится, что не нравится. То есть дети любят петь, любят танцевать, девочки любят модничать. Ну а мальчики, конечно, обожают конструктор лего. Очень приятно, что дети вместе с папами строят машинки, модницы вместе с мамами шьют платье. То есть это объединяет семью. И сегодня все мамочки и папочки здесь в зале. Это здорово. На сцену в этот раз вышли бумажная принцесса, королева Маковка, девочка в платье из летних цветов. Но лучшей в номинации модница оказалась Олеся Гирчун. А первыми среди танцевальных коллективов признали коллектив «Воробушки». Приз за лучший конструктор достался Артему Высоцкому. А среди вокалистов члены жюри выделили, как и ожидали, родители Катю Бегаеву. Иван Шушарин, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска. Тепличные с заботой о вас! Северодвинский агрокомбинат выращивает рассаду цветов и овощей. Скоро в продаже рассада томатов, огурцов, перцев, кабачков, капусты и цветов. Северодвинский агрокомбинат. Доверяйте профессионалам. Окружная 23, телефон 920-448. Стиль интеробувь. Новая стильная коллекция. Свободная, яркая, красочная. Стиль интеробувь. Беспроцентная рассрочка платежа. Советская, 62, Ломоносова, 90. Вестник Северодвинска о спорте. В минувшие выходные в спортзале «Корабел» «Фокси-Вмаш» прошли финальные поединки первенства Северо-Западного федерального округа России по боксу среди юниоров 96-97 годов рождения. 20 спортсменов в 10 весовых категориях оспорили золотые медали турнира. На протяжении 4 дней 77 боксеров из 10 регионов страны бились за выход в финальную часть турнира. Только 20 спортсменам удалось показать свое мастерство перед многочисленными любителями бокса. Трое из них – северодвинцы. Первым из наших боксеров на ринг вышел Влад Асташов. В весе до 56 килограммов ему достался серьезный соперник – призер первенства России и Европы Никита Сергеев из Калининградской области. Более опытный боксер одержал уверенную победу над северодвинцем. Бой провел так себе. Ну, нормально, но я сделал все, что мог. Ну, можно было еще лучше, но я выложился. Ну, я очень рад и второму месту я не ожидал. Четвертый бой просто уже, ну, чуть усталость чувствуется. Где-то что-то подсдаешь уже. Все равно тяжеловато. Как готовишься перед боем? Музыку слушаешь? Либо наоборот как-то? Ну, сейчас до финального боя мы стояли, все толпой танцевали, как бы, под музыку разминались. Еще один воспитанник «Дюсша-2» Илья Комиссаров боксировал с соперником из Ленинградской области Прохором Кириченко. Бой казался равным, но Илья провалил концовку и уступил сопернику по разногласию судей. Тяжеловес Александр Быков проиграл свой бой техническим нокаутом представителю псковской сборной Вячеславу Куденкову. Победители Европы, финалисты Европы, победители России, сборники страны. И наши ребята дают им достойное сопротивление. Конечно же, я доволен, что из наших северодвинцев, из шести, кто в нашей в Архангельской области сборной, были три в финале, два в полуфинале были. Вот очень хорошо. Первое место в командном зачете с большим преимуществом выиграла Ленинградская область. Пять золотых медалей. Вторая – Вологодская и третья – Архангельская. Поединок между Алиханом Аслахановым и Андреем Павловым стал украшением первенства. Приз лучшего боксера достался Алихану, Андрей получил награду за волю к победе. Также кубок Владимира Чеплинского вручили Глебу Голику и приз лучшего тренера достался Сергею Филимонову. Константин Мухин, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Магазин для всей семьи Вега на ЖД. Скидка 30% на товар дня. Мы ждем вас. Нас найти легко. Перекресток улиц Железнодорожная и Первомайская. Удобный комфортный текстиль, создающий домашний уют и тепло. Различные комплекты для детей и взрослых из мягкой дышащей ткани. Поплина, шелковистого легкого воздушного сатина, традиционной бязи. Одеяло из бамбука и овечьей шерсти абсолютно экологичны. Удобные подушки с искусственными заменителями пуха или бамбуковые, гипоаллергенные. И что немаловажно, принимающие удобную для головы форму. Также здесь вы найдете модные лоскутные покрывала. Выставка-продажа пройдет с 31 марта по 4 апреля в Центре культуры и общественных мероприятий. Спонсор прогноза погоды – Ивановский текстиль. Удобный комфортный текстиль, создающий домашний уют и тепло. Различные комплекты для детей и взрослых из мягкой дышащей ткани. Поплина, шелковистого легкого воздушного сатина, традиционной бязи. Одеяло из бамбука и овечьей шерсти абсолютно экологичны. Удобные подушки с искусственными заменителями пуха или бамбуковые, гипоаллергенные. И что немаловажно, принимающие удобную для головы форму. Также здесь вы найдете модные лоскутные покрывала. Выставка продажа пройдет с 31 марта по 4 апреля в Центре культуры и общественных мероприятий. Во вторник 1 апреля в Северодвинске ожидается ветер северо-западный, умеренный, до 4 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет стабильным и составит 755 миллиметров ртутного столба. Переменная облачность, небольшой снег, тип погоды второй благоприятный. Температура ночью минус 8-10, днем от 3 до 6 градусов мороза. Спонсор прогноза погоды – Ивановский текстиль. Выставка продажи Ивановского текстиля пройдет до 4 апреля в Центре культуры и общественных мероприятий на улице Бычука-2. Редактор субтитров А.Семкин